Макет наш забитый, то есть коврик готов. Готов для чего? То есть не финальная еще стадия, для проклейки. Это немаловажный момент. Перед проклейкой все вот эти мелкие штучки мы спокойненько, аккуратненько вынимаем. Мы это делаем для того, чтобы поверхность была гладкая. Гладкая для того, чтобы клей, который вы нанесете, склеил вашу основную ткань и ткань подложечную. Я использую бязь. Мне она очень нравится, она ложится хорошо. Использую белую. Здесь у меня уже немножко заготовлено. Я вам вкратце расскажу. Я вырезаю чуть больше, чем макет коврика. На данные кнопочки я прикрепил. Посмотрел, хватает ли у меня размера, все ли закрывается. Все, пока на этом она больше не нужна. Я закидываю на ту сторону. Значит, для проклейки нам понадобится такой шпатель, такой шпатель, валик и два вот таких шпателя. Потом, это самый последний момент, я вам расскажу маленькую фишечку. И, собственно, клей. Клей я использую много кто что использует. Кто-то гидроизоляцию и прочее, прочее. Мне нравится вот этот клей. Он резиновый в итоге получается, коврик. У него очень хороший расход. Единственное, у него небольшой минус. Долгое высыхание. Но меня, в принципе, устраивает. Я думаю, вас тоже. Я клей проверенный. Не рекомендую. Железным шпателем, ну, когда тянете, он будет цепляться за все краями. Вот. И расход уменьшает, и хорошо наносит. То есть, данным шпателем я только наношу сюда. Сразу маленький лайфхак. Кто-то клеит ленту, кто-то как-то там загибает края. Я этого не делаю. Я при проклейке заступаю клеем где-то полтора-два сантиметра на основную ткань. Для чего это делается? Это вот как здесь можете видеть. Сейчас мы будем уже вырезать данный коврик и обрабатывать. И будем все остальное показывать на нем. То есть, я потом в самом конце его вырежу прям по контуру. И он у меня везде хорошо проклеен. И больше не надо ничего делать. То есть, удобно, комфортно и получается очень круто. Все элементарно просто. Нанесли небольшую порцию клея на основной шпатель. И протягиваем. Желательно не растягивать данное мероприятие. Клей схватывается минут через 5-7. Подсыхать начинает. Потом будет тяжелее проклеить. Вот моменты, которые я вам говорю, что лучше заступить. Вам в дальнейшем это поможет. При хорошей проклейке. Края слипаются настолько хорошо, что, я же говорю, не нужны потом никакие ни ленточки. Расхода данного клея, то есть банка здесь 7 килограмм. Мне хватает на 8-9 ковриков размером метр на метр. Дальше делаем следующий хитрый маневр. Просто закинули бязь. Взяли жесткий валик. Валик не поролоновый, он пластмассовый. Все. И слегка рукой прогладили, чтобы оно чуть-чуть подслиплось. И дальше с центра потихонечку раскатываем все ваши волны. Все раскатываем, прикатываем, чтобы у вас все везде хорошо слиплось. Особенно прокатываем хорошо края, чтобы вот те заступы, которые вы сделали, хорошо склеились. Для чего нужны данные два шпателя? Я в основном работаю большим. Вот вы прокатали и прям, это единственный наш шпатель, который не прилипает и плюс удобно. По контуру прям хорошо берете и стыкуете ткань. То есть если все сделать правильно, получается вот такой эффект. То есть он как объемненько у вас выглядит. И все, оставляем сохнуть.